Меня зовут Надежда Колбукова, и сегодня мы с вами будем печь корейские калитки. Конечно, каждая хозяйка делает по-своему, может быть, в каждом месте еще что-то другого добавляли, но мы делаем так. Мы используем джаную муку, но так она такая, все-таки грубоватая, может быть, возможно, мы не знаем секретов наших пра-пра-пра-бабушек, как они делали так, чтобы она хорошо каталась. Поэтому сегодня наши современные хозяйки добавляют немножко белой муки в тесто. Наши предки, язычники-калилы, считали, что тесто не должно касаться железа, потому что железо несет в себе отрицательную энергию. Нельзя переложить муки в тесто, иначе оно станет очень крутое, а крутое тесто, оно будет плохо кататься. Опыт в тренировках, в тренировках. Я бы прикинула, сколько я калиток не купила. Ну, в последнем 3 тысячи в год, человек плюс мастер-классы, то это 5 тысяч в год. За 15 лет 50 тысяч точно. Ну, вот так мы южные карелы. Мы делаем калитки формой лодочки, поэтому мы раскатываем овальную форму, овальную корку. Начинка должна быть сваркой заранее, она должна быть уже холодной, иначе корки порвутся, если будем горячую класть. Противни должны быть сухие, поэтому мы их только присыпаем немножко мукой. Ржанное тесто, оно очень быстро сохнет, поэтому мы берем стопочку, переворачиваем, и начинаем начинять с первых корочек, которые уже подсохли. Разделаем лодочку, то мы кладем вот такой, делаем уголочек. И вот этой стороной пальца, указательного, мы втыкаем тесто в начинку. И втыкаем край, вот этот край теперь. Не этот, этот нельзя. Вот этот край мы тихонечко втыкаем в начинку. И чем чаще будет, тем у них, конечно, красивее. Полочки заворачиваем. Калитки любят жар. Когда печка топится, она самая жаркая, всегда первый клуб калитки, потом уже остальные пироги, хлеба там и все остальное. У нас печка старая, доплитный период печи, здесь нету плиты впереди, поэтому угли убирать некуда, они остаются в пусте. Проверяем калитку мы как, мы поднимаем, стучим по дну. Если дно твердое, то это готово. И в конце калитки мажем растопленным сливочным маслом. Аллахуя.